На Олимпиаде попала в команду, хотя соперницы в нашей сборной очень были достойны и приличны. Но вот это вы видите, перевязанная нога у Лидии, конечно же, в прекрасной форме она была призернута. Пожарно даже фаворитом. Да, фаворитом, да, можно даже так было сказать. Все результаты, так скажем, предваряющие Олимпийские игры. Конечно, лучший прыжок. За 7 метров. 7 метров 1 сантиметр, да, в одной из попыток она показала. Сейчас мы смотрим последнюю попытку. Вот Аня-то Володарчик, у нее была одна из попыток за 7 метров очень далекая. Вы знаете, в район 7.20 улетела польская спортсменка, но был миллиметровый заступ, и она так расстроилась, могла быть и победительницей. Но в итоге тоже очень хороший результат, 6.95, и она четвертая. Конечно, расстроена спортсменка, потому что с такими прыжками, с такой подготовкой она рассчитывала быть на пьедестале. Ну, а самые сейчас важные моменты, конечно же, как выступит в последней попытке Таня Колпакова. Там есть еще очень сильная девушка из Чехословакии Яна Негринова. Тоже традиционно сильны эти девчонки. Ну, вот это, конечно, попытка, вот 6.90, Тапийская чемпионка, но, увы. Все равно это ее личный рекорд в любом случае. Сюда на соревнования она приехала с более скромными достижениями. Но погода, кстати говоря, в Лужниках и сектор в прекрасном состоянии. Яна Негринова, да, чешская спортсменка. Здесь она. Вот вместе мы с Татьяной готовились к этой Олимпиаде. Фактически на всех сборах были. И вот момент истины для Тани. Очень далекий прыжок. Сейчас очень, хоть хотелось бы, что впритык Тане попала на планку. Но дай бог, что все нормально. Это же даже было такое, да, позыв красный флаг поднять. Но потом присмотрелся. Вовремя одумался. Да, припошла попытка оказалась удачной. Ну, здесь, да, очень сложно посмотреть попадание. Но прыжок, да, явно очень хороший. Далекий, да, попала Таня, так скажем, в себя. Видите, скорость набрала очень высокую. Сюда зрители раньше, даже чем многие журналисты, могут определить, собственно говоря, результат своим. Да, 7 метров 6 сантиметров. 7,06 это... Ну, это вот нам дают повтор. Ну, и, кстати... Планку мы здесь, видимо, все-таки не увидим. Ну, здесь вот видно, что прям, да, вот прям притык, может быть, да, была близка к нашлепке даже Таня, но... Очень хорошее приземление. Очень хорошо, да, совершила этот прыжок. Такой легкий, летящий, воздушный, далекий полет. Хорошо была настроена. Но Таня очень хорошо была подготовлена в этот прыжок. Ну, и мы смотрим. Бригитта Вуйк, между прочим, она лидировала до сего момента. И... Тоже очень далекий прыжок. Далекий, далеко, далеко. Да, идеальное, можно сказать, попадание. Просто идеальное. Даже мне показалось, что она заступила, кстати говоря. Сейчас посмотрим. Быть еще идеальнее. Если можно быть еще идеальнее. Давайте еще раз сейчас посмотрим. Ну, уперлась, потому что злая очень. Валевая спортсменка. Да, здорово попала. Прыжок далекий. Тут даже не знаю. Но мне кажется, у Тани дальше было. Чуть-чуть. Да, здесь немножечко приземление подвело. Насорило, так скажем, в яме. Да, 7 метров, 4 сантиметра. Она была очень хорошей пятиборкой. И потом переквалифицировалась прыгуней в длину. Имела тоже результаты за 7 метров. Но явные недочеты, конечно, в технике. Вот видно... Сразу видно, что многоборка прыгнет. Да, многоборка. Совершенно верно. Все-таки у чистых прыгуней в длину. И по отшлифованию технические моменты. Вот, смотрите, да. Сейчас ноги уронит просто вот так. Здесь сразу видно, что это гораздо ближе, чем ее же соотечественница. 6,87. И только пятое место. Только пятое место. На 4 сантиметра обходит... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.